Антон Георгиевский занимается фехтованием уже 4 года. На дорожке получается еще далеко не все, но юный спортсмен уже успел попробовать свои силы на многих всероссийских соревнованиях и показывал очень хорошие результаты. А сегодня для него день особенный, ведь он выходит на дорожку во взрослом Кубке России, да еще и в своем родном Арзамасе. Поболеть за него пришла вся семья. Понравилось, посмотрели. У нас проходило соревнование в Арзамасе. Все виды оружия, очень серьезные события. Для нашего города, даже не областного города, а как бы львовым хоккеем в детстве маленько занимались, но чтобы так серьезно, конечно, нет. Такой уровень их доходили. Также этот день личных соревнований Кубка России по фехтованию на сабле среди мужчин можно назвать особенным и для восьмикратного чемпиона мира Алексея Якименко. Прославленный саблист возвращается на дорожку после перерыва, взятого сразу же по окончанию Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Во время паузы старался больше времени проводить с семьей, но и о физических нагрузках совсем не забывал. Увлекался различными зимними видами спорта, особенно хоккеем, потому возвращение Якименко на фехтовальную дорожку на ледовой арене можно считать символичным. Ну да, я даже когда заходил в этот зал, на эту коробку сказал себе, главное не перепрыгивать через борт, ни с кем можно просто уйти. То, что Алексей в отличной форме, стало понятно с первого же боя. Он уверенно выиграл все поединки в группе и потому оказался в верхней части турнирной сетки боев на выбывании. Так похитовать мне не удавалось, я особо не тренировался, поэтому сегодня здесь просто получаю удовольствие и не могу даже отнести эти соревнования ни к этапу подготовки, ни к какому-то там важному суперстату, просто получаю удовольствие от того, что нахожусь здесь в зале, общаюсь с ребятами, с друзьями, еще фехтую, иногда даже что-то получается, бояк, это меня очень радует. Такой настрой помог Якименко и в следующих боях. Прославленный саблист стал победителем Кубка России 2016, обыграв в финале Вениамина Решетникова, а бронзу завоевали Илья Маторин и Камиль Ибрагимов.